Проект «Читай быстро» представляет главный из книги Дафни Симеона «Я не я. 10 основных фактов. Жмите и подписывайтесь, а мы начинаем». Факт номер один. Жизнь с пеленой на глазах. Деперсонализация – состояние, при котором пациент ощущает отчуждение от самого себя и окружающей действительности, сохраняя ясное осознание происходящего. Состояние проявляется обособлено или в комплексе с другими заболеваниями психического характера, кратковременно или систематически. Симптомы деперсонализации. В зависимости от того, какая область повреждена, деперсонализация проявляется различными ощущениями. Характерным признаком считается перманентное или эпизодическое чувство отстраненности от собственного тела, ощущение себя, как в фильме. Болезнь без причины. Деперсонализация относится к диссоциативным расстройствам, которые, как известно, провоцируются травматическим опытом или насилием. Заболевание провоцирует широкий спектр травматических событий, детская обида, стресс, прием наркотиков. В некоторых случаях триггерное событие отсутствует полностью. Сенсорное искажение. Документальная фиксация явления деперсонализации начинается с 1870 года. В заметках психиатра встречаются записи, в которых говорится, что пациенты не ощущают себя собой, не узнают себя, свой голос. Авторство теории сенсорного искажения принадлежит Моррису Кришаберу. Пятый факт. Деперсонализированный Фрейд. Идеологи психоанализа описывают дереализацию как защитный механизм от негативных чувств, конфликтов и переживаний. Зигмунд Фрейд испытал эпизодическую деперсонализацию, описав ее как странное отчуждение, испытываемое по отношению к части реальности или к собственному «я». Шестой факт. Аспект времени. Пациенты, страдающие деперсонализацией, часто жалуются на искажение восприятия времени и феномен дежавю. Текущий момент может казаться остановленным, зацикленным, далеким прошлым. Тревожность. Среди лиц, страдающих деперсонализацией, выделена отдельная группа людей с беспричинной тревожностью. Избегание устрашающих объектов и ситуаций не помогает избавиться от страха. Источником страха выступает сам человек и его чувства. Восьмой факт. Распространенные триггеры. Согласно исследованиям Маунт, Синай и Института психиатрии, выделены 8 основных триггеров возникновения деперсонализации. Все их можно найти в текстовой версии обзора книги по ссылке под этим видео. Методы коррекции. Психотерапевтическая работа с расстройством включает следующие методы. Введение дневника, заземление, анализ симптомов. Подробно про каждый из них можно прочитать все в том же текстовом обзоре, ссылку на который вы найдете уже без труда. Заключительный факт. Просветленность как побочный эффект. В деперсонализации присутствует много неприятного, однако стоит отметить, что страдающие ею пациенты более восприимчивы к сложным философским концепциям. Лучше ориентируются в абстрактных понятиях, подмечают очевидное. Главное их желание – вовремя остановить мысленный поток, чтобы мысли не приобрели безумный характер. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании и сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Дафни и Симеона. Я не я, вместе с читай быстро!